Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». Сегодня с нашей гостьей мы будем говорить о самом главном в жизни женщины событии – о рождении детей. Присоединяйтесь! Заместитель главного врача Гомельской областной клинической больницы по детству и родовспоможению Светлана Евгеньевна Мальцева. Светлана Евгеньевна Мальцева родилась в 1963 году в Рогачевском районе в семье врачей. После окончания средней школы с золотой медалью поступила в Минский государственный орден трудового красного знамени Медицинский институт. Трудовой путь начинала врачом-акушером-гинекологом в Гомельском городском роддоме. В течение 15 лет Светлане Евгеньевне довелось поработать во всех отделениях стационара и в женской консультации. С 2001 года Светлана Евгеньевна руководит акушерско-гинекологической службой Гомельской областной клинической больницы – областного перинатального центра. Здесь сложился высокопрофессиональный работоспособный сплоченный коллектив, которому по плечу решение самых сложных задач. В 2012 году Светлана Мальцева награждена почетной грамотой Министерства здравоохранения Республики Беларусь. А в 2014 году стала победителем республиканского конкурса «Врач года» в номинации «Врач-акушер-гинеколог». На вопросы, которые касаются деятельности областного роддома, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 77 68 45. Здравствуйте, Светлана Евгеньевна. Здравствуйте. Я вас поздравляю с наступившей, наконец, весной, с прошедшим праздником замечательным Международным женским днем. Всего вам самого доброго. Спасибо большое. Я бы хотела воспользоваться случаем и поздравить всех женщин, моих коллег, моих пациенток и вообще каждую женщину с этим весенним женским праздником пожелать, во-первых, конечно, крепкого здоровья, ну и быть любимыми. Без этого женщина не будет и женщины, и не будет счастья в жизни. Конечно. Светлана Евгеньевна, как провели 8 марта в областном роддоме? Ну, в общем-то, очень даже по-рабочему. Ну, во-первых, хочу сказать, что 8 марта дежурство взяли на себя наши мужчины. И из бригады врачей две трети были мужчины. Спасибо им за это большое. Ну, а вообще у нас родилось семеро новорожденных. Из них три девочки и четыре мальчика. Ну, опять же, мужчины преобладали. Да. Скажите, пожалуйста, дежурство в празднике, оно чем-то существенно отличается от будничных? Потому что, наверное, вы знаете, да, что роженицы стремятся этого избежать ни на Новый год, ни на 8 марта, чтобы в роддом не отправиться. Ну, наверное, отличается только в том, что меньше плановой работы, плановых операций, допустим, запланированных родов. Это более такая экстренная помощь. И бывают очень бурные дежурства. Но бояться дорогие не надо, потому что работают наши врачи, высококвалифицированные, акушерки, другой средний медперсонал. Все в полной боевой готовности. Поэтому, в общем-то, медицинская помощь оказывается в полном объеме. В среднем сколько родов приходится на одни сутки? Если семь, это только то, как распорядилась природа, да? Никаких планов операций. Ну, вот в прошлом году где-то приблизительно 9-10 родов в сутки ежедневно. Это большая нагрузка? Вам позволяют с ней в полном объеме справляться ваши возможности? Ну, как сказать про нагрузку? Например, в 86-м году и раньше в сутки рождалось, проходило, вернее, 20-25 родов. О, есть с чем сравнить. Конечно. Сейчас 9-10, но, поверьте, то внимание и та медицинская помощь, которая оказывается нашим большим и маленьким пациентам, все равно создает какую-то определенную напряженность. Бывает день меньше родов, бывает больше. Поэтому бывает и напряженно очень, да. Светлана Евгеньевна, вы помните самого первого ребенка, которого приняли? Да, я прекрасно помню. Я была еще студентка 6-го курса. Мы учились принимать роды, и это были самостоятельно мои первые роды. Это был мальчик, замечательный, здоровый мальчик. Я прекрасно помню его маму, всю ситуацию в ее жизни, но это незабываемо. Сколько мальчику сейчас примерно? Ну, наверное, 31-й год. То есть, возможно, сам уже родитель. Да, скажу. А за прошлый год сколько детей появилось в областном роддоме? В прошлом году у нас родилось 3405 детей. Это в сравнении с предыдущими периодами больше или меньше? Да. Вот если взять последние 10 лет, это больше, чем в любом другом году. Светлана Евгеньевна, в продолжение нашей беседы предлагаю посмотреть сюжет, который корреспонденты диалога снимали, конечно же, в областном роддоме. В областном клиническом родильном доме начинается еще один день. В прошлом году здесь приняли 3349 родов, причем в 65 случаях на свет появились двойняшки. Новые технологии и высокоэффективные лекарства последних поколений существенно повлияли на демографическую ситуацию. Если еще совсем недавно диагнозы сахарный диабет и заболевания сердечно-сосудистой системы для женщины звучали как приговор, она никогда не станет матерью, то сейчас все изменилось. Риск, конечно, остается, но шансы на рождение ребенка значительно возросли. Те дети, которые раньше не могли выжить, они выживают, и мы можем выхаживать детей, которые родились с весом меньше килограмма. Вот у нас лежала в отделении девочка, лежала с весом 630 грамм при рождении. И, кроме того, мы даем матерям при выписке анкету, которую нам они присылают. То есть мы знаем, как ребенок развивается, есть ли нарушения по слуху, по зрению. Мы получаем потом фотографии. И вот эти анкеты мы храним и рассматриваем, чтобы знать, что потом говорить другим матерям, которые приходят к нам, переживают, какой будет их ребенок. Уже через несколько часов после рождения ребенку при необходимости сделают УЗИ главного мозга, еще через несколько дней проверят зрение и слух. На момент съемки этой малышки было всего два часа от роду. Она еще ничего не понимает. В новом для нее мире успокаивающий голос, проводящий осмотр медицинской сестры, одни из первых звуковоуслышанных после появления на свет. «Приживать не надо. Тихонечко сейчас померяем. Тише, тише, тише. Ну, все, все. Все, ты хорошая. Хорошая моя девочка. Вот мы чуть-чуть полежим. Тише, тише, тише. Тихонечко». В эти минуты в палате только женщины, их дети, медицинский персонал. Однако через несколько часов все изменится. Ежедневно с 17 до 18 часов разрешается посещение роддома с счастливыми папами. Сами медики называют это променадом по коридору. Счастливые семьи вместе с новорожденными в течение часа не спеша прогуливаются по отделению. В отличие от тех же советских времен, сегодня в роддоме вообще многое изменилось. Достаточно большой популярностью, особенно среди гомельчанок, пользуются партнерские роды. Правда, на присутствие мужа соглашаются не все. Говорят, когда рядом мама, это хорошо. А вот присутствие мужчины желательно не всегда. «Мне кажется, для мужчин это лишнее. Ну и женщина чувствует себя как-то с медперсоналом более не раскованнее, а может выражать свои эмоции по-настоящему». У кого-то в этом году родился уже третий ребенок, у кого-то еще только первый. Однако всех этих женщин объединяет одно – они по-настоящему счастливы. И даже когда в палате несколько человек, а ночью будет плач чужого ребенка, это все равно счастье – чувствуют себя мамой. Впрочем, об отдельной палате мечтают далеко не все. Вместе говорят даже лучше. «Это вся атмосфера детей, даже несмотря на то, что когда ночные плачи, и все остальное, это не заменишь. Это, наверное, все-таки останется на всю жизнь, эти воспоминания, общения, наши девочки, наши обходы, да, вот, и все, наши, говорится, медицинские обработки деток. Это все так весело, очень и занимательно. Поэтому, наверное, не хотели бы, наоборот, вместе веселее». Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях заместитель главного врача Гомельской областной клинической больницы по детству и родовспоможению Светлана Евгеньевна Мальцева. Светлана Евгеньевна, насколько выраженной является тенденция, что сегодня женщины все чаще отваживаются на второго, третьего и последующих детей? Вы знаете, в прошлом году стала продляться тенденция, что количество родов возросло несколько не за счет первородящих, а за счет повторно родящих. И особенно, в общем-то, радует то, что стало больше даже не только вторых, но и третьих родов больше. Я бы даже, наверное, сказала в прошлом году, что рожать третьего ребенка стало модным. И это очень, в общем-то, приятно. Наверное, да, учитывая то, что в прошлом году на конкурсе миссис Гомель победила 36-летняя мать пятерых детей, наверное, какую-то свою лепту этот пример тоже внес. Конечно. Если женщина, которая прекрасно выглядит, которая себя реализует, смогла родить и воспитать пятерых детей, очень хороший пример, она просто молодец. Конечно, замечательный пример для подражания. Что может быть лучше, чем дети в жизни и важнее? Скажите, пожалуйста, близнецы в связи с распространением вспомогательных репродуктивных технологий, наверное, сейчас более часто явление, чем это было раньше или нет? Ну да, конечно, вы совершенно правы. Но в основном это двойнее сейчас, потому что сейчас такие технологии, когда не допускают в основном рождение большего, сразу одновременно количество детей. Знаете, рождение двойных, вернее, говорят, рождение ребенка – это большая радость. Рождение двоих сразу – это двойная радость. Но это и двойные риски, а если это трое одновременно и больше, риски тоже возрастают. Но, конечно, увеличилось количество, да. Сколько подобных родов бывает? Вот 65 пара близнецов, по-моему, прозвучало в сюжете, да? В прошлом году, да. А тройни? Четверня у нас не было. Четверня у нас была 10 лет назад. В нашем роддоме четверня родилась. Эти дети уже, ну, даже, наверное, больше, чем в первом классе учатся. И живут в городе Желобине. Они все живы. А вот в этом году у нас уже родилось 11 двоин. Вот за два месяца этого года. Значит, показатель прошлого года, наверное, судя по всему, удастся переплюнуть, если так дальше и пойдет. А вообще количество родов после ЭКО увеличилось? Ну, смотря с чем сравнивать. Конечно, да. Когда я начинала свою работу, для нас ЭКО, это было что-то за гранью понимания. Это была большая-большая редкость. Если поступала такая женщина, ну, в общем-то, все старались на нее посмотреть, а как это будет, а что это будет. А, в общем, сейчас это довольно-таки рутинно уже для всех. Вот в прошлом году у нас родилось 40 таких детей в родильном доме. Поэтому уже никого это не удивляет. И, наверное, дальше этого будет еще больше. Да, для врачей, в общем-то, здесь ничего удивительного нет, потому что беременность-то такая же, только способ зачатия немножко отличается от естественного. Иногда женщины не могут решиться на ЭКО из-за того, что боятся проблем со здоровьем у себя или у ребенка. Это оправдано? Ну, конечно. Такая беременность – это более рискованное мероприятие, чем совершенно естественный путь. Но зато этот метод дает возможность иметь своих собственных детей тем, кто раньше не имел даже надежды на это. И, конечно, это очень большая помощь, очень большое вообще значение имеет в жизни таких женщин. Вы положительно настроены, да, и положительно к этому относитесь? Сегодня женщины часто дорожат своей карьерой, и первого ребенка рожают тогда, когда их бабушки уже видели своего первого внука. Бывает и такое. Насколько возраст этот сказывается на количестве осложнений? Или, может быть, на проблемах уже с ребенком? Ну, нельзя сказать, что все так безоблачно, но и не так все страшно. Действительно, вы правы, что женщины многие сейчас хотят сначала сделать карьеру, чего-то добиться в жизни, а потом уже рожать где-то в 30, и немножечко, может, даже и старше лет впервые. Ну, считается, что оптимальный возраст для рождения ребенка от 22 до приблизительно 35 лет. Ну, не могу сказать, что в 30 лет что-то очень плохо и страшно. Так что не бойтесь, дорогие женщины. В общем-то, все неплохо, и в 30 лет рожают совершенно нормально детей. Самые взрослые мамочки, которых вы помните в последнее время, сколько лет? Ну, максимально взрослая мамочка 45 лет была. Ну, не так и много. В общем-то, тоже, да, молодая женщина еще. А самые юные роженицы? Самые юные 15 лет. Что, в принципе, тоже достаточно нормально. Ну, не знаю, нормально ли это вообще-то, но такие случаи тоже встречаются. Конечно, хорошо, когда воспоминания об этом дне рождения ребенка светлые, ничем не омраченные, но так бывает далеко не всегда и не у всех. Светлана Евгеньевна, что может этот день испортить? Что является причиной каких-то негативных переживаний у женщины, которая рожает? Ну, конечно, самое значимое переживание для любой женщины, во-первых, это если рождается больной ребенок. Что-то с ним не так. Конечно, для женщины, которая только что родила, ребенок – это весь ее мир. И та тревога, и то волнение за его здоровье, за его жизнь, которая существует, конечно, зависит от состояния его здоровья. Если все хорошо, это большое счастье. Ну, кроме того, конечно, болезни самой женщины и осложнения какие-то, которые возникают накануне или в процессе родов, или во время беременности, или в послеродовом периоде, тоже тревожит их. Но, к счастью, все вот эти негативные последствия бывают не так уж часто, а достаточно редко. Ну, а чаще всего бывает, может быть, знаете, какое-то неудовольствие вот общения с медицинским персоналом, недопонимание, может быть, какое-то. Хотя, возможно, тот же самый медицинский персонал ничего плохого и не имел в виду. Но после родов женщины очень восприимчивы, ранимы. И можно их, даже не желая этого, легко обидеть, просто, может быть, не проявив ожидаемого ими сочувствия. Конечно, женщине нужна поддержка в такой момент. И, встретив холодность или какое-то такое формальное к себе отношение, да, они могут быть обижены. Но вам жалуются, да, вот на персонал? Бывает такое, бывает такое, бывает очень редко. И, к счастью, больше, наоборот, я получаю слов и слов благодарности, и благодарности в письменном виде. И я очень благодарю наших женщин, дорогих пациенток, которые вот так все правильно понимают. Спасибо вам большое. У больницы есть статус перинатального центра. Это значит, что попадают к вам не просто роженицы, а роженицы, у которых есть какие-то показания. В первую очередь, какого плана? Да, областной родильный дом – это областной перинатальный центр. В нашей области это самый, в общем-то, высокий уровень оказания кушерской помощи перинатальной. И со всей области, и из города Гомеля, из любого района области, к нам поступают женщины с определенными осложнениями беременности и заболеваниями, которые у них уже были и до беременности. В общем-то, если говорить о том, что увеличилось, какие болезни, число их, то в прошлом году, наверное, больше стало сахарного диабета, сердечно-сосудистых осложнений, ну и, к сожалению, нарушение жирового обмена. Ну, в общем-то, проблемы, о которых, наверное, в юности мало кто думает, хотя можно было бы их и предупредить. Конечно, конечно. А как Вы считаете, подготовки к беременности, насколько сегодня молодые семьи уделяют внимание? Ну, разные вообще-то есть. Есть такие семьи, которые очень серьезно к этому подходят, начинают готовиться задолго до беременности. Ну, я бы посоветовала, например, что нужно делать. Во-первых, необходимо принимать фолиевую кислоту. Это профилактика врожденных пороков развития центральной нервной системы плода. Обязательно женщине, которая собирается рожать ребенка, необходимо сделать анализ гормонов щитовидной железы. Потому что если у нее будет сниженное количество этих гормонов, высокая угроза плохого умственного развития потом ребеночка. Это основное. Ну, а так, любовь, хорошее питание, правильный образ жизни. Вот и все, в общем-то, что нужно женщине, чтобы родить здорового ребенка. А готовиться непосредственно к самим родам нужно или нет? Нужно ли смотреть видео, читать в интернете истории? Готовиться нужно. Но не так. Но, вы знаете, нужно еще знать, кого слушать и что читать. Много есть разных и передач, и школ. Не всегда я согласна с тем, как готовят наших женщин. Ну, у нас тоже в роддоме есть школа молодой мамы. Проводится два занятия. Одно занятие о том, что такое беременность и как вести себя в родах, что ждать от каждого периода родов, и как помочь самой себе и своему ребенку. А второе занятие проводит врачный анатолог, который рассказывает о новорожденном ребенке, о том, как за ним ухаживать, чего от него тоже ожидать, на что обращать особое внимание. И когда нужно тревожиться. И те, кто рожают женщину у нас, я очень рекомендую, всегда настаиваю, чтобы они посетили эти занятия. И хочу сказать, что видна разница. Те женщины, которые побывали на занятиях, вы знаете, с ними гораздо легче работать, они ведут себя по-другому, и им в роддоме уже не так одиноко. Они приходят, как в родные стены. А с чем вы не согласны в процессе подготовки? Вы знаете, есть такие методики, тренинги, когда с женщинами занимаются всю беременность. Есть, проходит несколько, прямо цикл занятий. И, к сожалению, вернее, ну не к сожалению, а занятия направлены на то, чтобы призвать женщин к естественному ходу событий. Тоже есть определенная мода? Да. Ну, в какой-то степени это правильно, конечно. Но почему-то получается так, что женщину настраивают против всего, что предлагается ей в медицинском учреждении. Она подвергает сомнению необходимость того или иного медицинского вмешательства, допустим, назначения какого-то лекарственного средства. Но я хочу сказать, что это только осложняет ситуацию. Женщина приходит в роддом вся как комочек сжата, она не доверяет врачам. Конечно, она же к врагам, в общем-то, пришла, да? Да, получается, что так. Хотя на самом деле у нас с ней только одна цель, чтобы она осталась здорова и родила здорового ребенка. И человеку, который, может быть, раньше вообще не был никогда в медицинском учреждении, вот просто страшно. И вы знаете, очень трудно потом переломить эту ситуацию, если женщина 9 месяцев слушала одно и была настроена на одно. И вот за какой-то короткий промежуток времени в роддоме трудно это изменить. И с такой женщиной очень тяжело работать на самом деле. Светлана Евгеньевна, у нас есть вопрос от нашего телезрителя. Здравствуйте, мы слышим вас. Алло, добрый вечер. Я звоню из города Добруша. У меня вот такой вопрос к гостю. У меня дочери, это 6 недель, вот рожат скоро. Но у нее был порог сердца. В 2013 году ей сделали эндоваскулярную операцию спиралью. И вот может она сама рожать или же ей будут кисарить? Но иногда побаливает у нее сердце, вот бывает. Спасибо за вопрос. Если женщина перенесла операцию на сердце, всегда необходимо, чтобы она обратилась на консультацию в наш областной кардиологический диспансер. Ее осмотрят специалисты, выполняют необходимые какие-то диагностические мероприятия и сделают заключение. По состоянию ее сердечно-сосудистой системы можно ли ей тужиться или же нужно выполнить кисарево сечение. Заключение это выдает врач-кардиолог? Да. Женщины из районов с подобными ситуациями со здоровьем должны приезжать к вам на роды? Или они могут проходить и в районном роддоме? Чаще всего они приезжают к нам. Если какие-то тяжелые заболевания, есть сердечная недостаточность, тогда даже они отправляются рожать в Минск, в РНПЦ «Мать и дитя». Это четвертый уровень помощи, ну, наиболее высокий в нашей стране. Светлана Евгеньевна, а пациентки, у которых, слава богу, нет никаких серьезных проблем, которые просто хотели бы попасть в руки ваших специалистов, могут ли прийти по собственному желанию? Да, конечно. У нас проводятся партнерские роды на платной основе, и на таких условиях может прийти любая женщина. А партнерские роды в данной ситуации, они предполагают наличие у партнера или просто заключение договора как условие? Они предполагают наличие партнера, но бывают ситуации, что женщина не хочет, чтобы присутствовал муж, или, допустим, он где-то в командировке. В таком случае, в общем-то, она может рожать и совершенно сама, или будь ее мама рядом. Ну, это по ее желанию. Мы рады всем. Светлана Евгеньевна, коль уж мы эту тему зацепили, давайте посмотрим опрос. Мы поинтересовались у гамильчан, как они относятся к партнерским родам. Давайте выслушаем мнение. Это когда мужы, что ли, вместе? Ну, это их выбор. Ну, хотят они, пускай, и себе рожают так. Я бы не хотела, чтобы на меня смотрели во время родов. И слава Богу, что тогда такого не было. Ну, очень хорошо. Главное, чтобы муж к этому был готов. Если он готов присутствовать, то как бы я не против. Я думаю, многим это не надо просто. Возможно, это как-то возвеличивает в мейнстрим, то есть популяризирует. Но мое мнение, что это мне, по крайней мере, не надо. У нас были обычные роды. Да, мы за классику. Я одна была. Партнерский, не знаю, ну скажи ты. Да никак не. Я не очень. Ну, не очень, мне просто не мою. Положительно. Абсолютно. Девушке во время, когда она рожает, нужна поддержка близкого человека. Просто у меня, допустим, на примере моем было, медсестры, никого рядом не было, я почти рожала одна. Поэтому хорошо, что... А тем более, если муж, если муж не против, и будет поддерживать, только за. В старину, когда царица рожала, тоже присутствовали люди. Так что ничего особенного в этом не вижу. У меня сын присутствовал при рождении дочери. Буквально три года назад. И я именно настояла на этом. Я считаю, что нужно поддержать такой тяжелый момент, женщину, свою родную, любимую. Я отрицательно отношусь. Я считаю, что муж не должен этого видеть. Ну вот, наверное, может быть, я человек старого поколения, и мы так привыкли, но я считаю, что нет, я бы на это не согласилась. Я бы, наверное, относился к тем людям, которые все-таки за такие вещи, за совместное родо. Я согласен с теми, кто считает, что это очень интимно. И присутствие при этом процессе какого-то еще третьего человека, пусть это даже любимый муж, а уж тем более фотограф, или если это снимается на видео. У мамы в памяти это останется на всю жизнь. А для кого еще нужна эта память, чтобы показывать друзьям, знакомым? Я говорила, что это весьма интимно. Мы продолжаем диалог. В прямом эфире говорим сегодня о работе областного роддома. Светлана Евгеньевна, конечно, представления у всех свои, мнения свои. Кто-то в интернете готов со всеми поделиться видео собственных родов, а кто-то не хотел бы, чтобы даже мама или муж присутствовали при этом. Но какую рекомендацию вы как врач могли бы дать тем, кто еще колеблется? Надо им такая история или нет? Вы знаете, действительно, сколько людей, столько и мнений. И даже у моих коллег мнения совершенно разные, которые у нас работают в родильном доме. Поэтому, знаете, я считаю, что нужно поступать, как нужно самим людям. Если женщине нужна ее поддержка мужа или мамы, чтобы она находилась постоянно рядом с ней, и они готовы к этому, то, в общем-то, это очень хорошо. Если считают, что это очень интимно, какое-то таинство, или кто-то не готов, волнуется очень, боится этого, то, наверное, это и не нужно делать. В общем-то, у людей должен быть выбор. Конечно. И хорошо бы располагать информацией, прежде чем такое решение принимать. А что для этого необходимо? Вот для того, чтобы заключить такой договор, и чтобы близкий человек присутствовал при родах? Ну, ничего такого особенного. Обычно такие супружеские пары приходят ко мне на прием, мы беседуем коротко, заключаем договор. Есть определенные тоже моменты, небольшие для партнера, что ему нужно иметь с собой. Ну, в общем-то, и все. Желание, любовь, боевое настроение. Да, уверенность в себе и в своих силах. Присутствовать ведь можно не только на естественных родах, но и на операции кесарево-сечения при желании, да? Да, конечно. Есть и подобные случаи? Есть подобные случаи, особенно тогда, когда используются регионарные методы обезболивания, и мама находится в сознании, она боли не испытывает, но она может общаться с мужем, и он может ее морально поддерживать. Это для нее тоже очень важно. Такое тоже, в общем-то, бывает. А врачам это не мешает? Потому что ведь ответственное дело, серьезное. Не дай бог, отвлечешься, или кто-то тебя... Во-первых, партнер для мамы, для мамы, все адекватные люди, и поначалу, может быть, для нас это тоже было немножко напряженно, но сейчас уже все привыкли, и, в общем-то, все нормально. Уже у всех врачей есть такой опыт, да? Да. И оперирование в том числе. Скажите, пожалуйста, Светлана Евгеньевна, техническими возможностями, какими сегодня обладает областной роддом? Ну, в общем-то, в нашем родильном доме, как и в любом другом областном, и перинатальном центре, и вот в родильных домах города Гомеля, в общем-то, имеется все необходимое оборудование для оказания как экстренной, так и более плановой помощи и мамы, и новорожденному. Конечно, оснащался наш роддом, в общем, наверное, уже давновато, 15 лет назад. Некоторое оборудование обновлялось, некоторое нет. Хотелось бы, чтобы, конечно, обновлялось оно более активно. Но, в принципе, оснащен он на уровне и минских родильных домов. То есть столичным не уступает, да? Разве только центром такого уровня, как мать и дитя? Думаю, что да. И то, в общем-то, не можем мы только похвастаться оборудованием необходимым для операции у плода. Этим, конечно, мы не занимаемся, а занимаются специалисты только РНПЦ мать и дитя. Есть и такая возможность сегодня, да? Проводить такие операции. При каких-то выявленных нарушениях развития отправляется мама в Минск, да? А что это может быть? Пока что это только одна ситуация, когда у ребёночка и у мамы резус крови разный и возникает так называемая гемолитическая болезнь новорождённого или высокая угроза её развития, вот тогда проводится заменное переливание внутриутробно плоду. Вот это делается только в Минске. Подобная ситуация как часто развивается и в каких случаях? То есть это просто не зависит от того, у кого резус отрицательный, у мамы или у ребёнка, или зависит? Это развивается в тех случаях, если у мамы резус отрицательный, а у плода внутреннего резус положительный. Только в этих случаях развивается такая ситуация. Примерно какой процент беременных? Ну, это нечасто встречается. Нечасто осложнение? Нечасто. Может быть, я не могу сказать точный процент, но, в общем-то, а тяжёлые случаи – это вообще большая редкость. И в таких случаях отправляются пациентки в Минск для проведения вот подобной процедуры, да? Так его назовём. С какого срока выхаживаются недоношенные дети? В голове ли? Ну, после 28 недель выхаживаются у нас дети. Раньше 28 недель – это казуистические всё-таки случаи. А вообще с 22 недель делается всё, чтобы ребёнок жил. Насколько здесь очень велик риск того, что ребёнок-то будет жить? Но как будет жить? Инвалидности последующие ребёнка? Ну, конечно, риски повышаются. Чем меньше срок беременности, когда ребёнок родился, тем выше риски. Поэтому мы всегда в каждом случае очень извешенно стараемся подойти к моменту родоразрешения или пролонгирования беременности. Сейчас позволяют медикаменты, технологии нам пролонгировать беременность в какое-то время определённое. И гораздо больше детей стало выживать, и больше благоприятных исходов. И здоровых малышей, да? Ну, примерно вот есть какой-то срок, после которого уже можно не опасаться за будущее ребёнка, за то, что он будет полноценным человеком, здоровым? Ну, конечно. Или такой прямой связи нет? Здесь, в общем-то, кому повезёт? Ну, вообще-то это влияет, конечно, на здоровье и в будущем ребёнка, и когда он рождается. Но, опять же, существуют и определённые моменты, когда и у доношенных детей бывают заболевания. Но всё-таки, когда уже исполняется 35 недель беременности, мы можем чувствовать себя спокойно. Выдыхаем, да? Если была проблемная беременность, сейчас хорошо сохраняются беременности, если угроза? Конечно, гораздо лучше, чем раньше. Гораздо лучше. То есть бояться уже не стоит. Светлана Евгеньевна, в целом, сколько родов, как вы для себя определяете, проходит нормально? Дело в том, что я, может быть, не могу распространять наш опыт на всю область, допустим, потому что у нас же идёт концентрация... Всё-таки особенная. ...концентрация женщин со сложнениями, с заболеваниями. Давайте продолжим чуть позже. У нас есть телефонный звонок. Хотелось бы успеть ответить на вопрос телезрителя. Здравствуйте. Здравствуйте. Слышим вас. У меня такой вопрос. Меня зовут Александр. Подскажите, пожалуйста, по поводу отказанных детей. Хотела спросить. Много ли сейчас матерей отказываются от детей по сравнению с прошлым годом? И вообще, существует ли такая? Спасибо большое, Александр. Спасибо за вопрос. Очень хороший, очень интересный вопрос. Светлана Евгеньевна, если вы позволите, может быть, мы сначала закончим нашу тему, а потом уже перейдём к этой теме. Спасибо вам большое. Мы обязательно это сделаем, эту тему осветим. Мы говорили про ведение родов и как врачи определяются, какой процент у них нормальных, какой процент осложнённых? Ну вот в нашем роддоме из всех родов всего лишь в 7% это обычные нормальные роды. В остальных роды это с осложнениями, теми или иными, в зависимости от состояния здоровья мамы и ребёночка. Но опять же, наверное, в других родильных домах такие проценты гораздо выше. Скажите, пожалуйста, и так, отказнички. Такое явление трагическое, действительно, когда вот судьба маленького человечка в самом начале, в самые первые дни уже становится тяжёлой. Присутствует в нашей жизни, к большому сожалению. Ну, хотя хочу сказать, по сравнению, например, что было 10, тем более 20 лет назад, отказных детей гораздо меньше. Ну вот, например, в прошлом году в роддоме у нас 4 женщины отказались от детей. За год это 4 ребёнка? Да. С чем были связаны эти отказы? Дети были проблемные? Или, в общем-то, изначально она не планировала забирать их домой? Нет, как раз второй вариант. Как раз второй вариант. Они уже приходили, зная, что они не будут забирать ребёнка. Несколько прошло случаев, когда женщина пришла и говорила, что я не буду забирать ребёнка из роддома, но она родила, она стала кормить грудью и не смогла отказаться от него. И ушла с ребёночком вместе, чему мы были очень рады, конечно. Ну, кто знает, может быть, в некоторые семьи детям лучше и не попадать. Да, я с вами согласна. Может быть, какую-то судьбу для них Господь уготовил иную. Куда потом отказнички отправляются после роддома? После роддома они отправляются в детскую областную клиническую больницу, там они проходят полное обследование. Ну, и дальше уже будут представляться их документы, и они сами на усыновление и так далее. И дальше уже судьбой их занимается образование, да? Не система здравоохранения. Ну, малютки ещё у нас есть, там тоже они бывают, в общем, да. Каким-то образом, кто сообщает о том, что вот есть, потому что, наверное, семьи приёмные, конечно, мечтают о совсем маленьком ребёночке. Ну, всё это происходит уже после этапа родильного дома, начиная с детской больницы, наверное. Это очень серьёзные моменты, очень серьёзные вопросы. есть достаточно много желающих усыновить ребёнка, а отказных детей не так уж много, а тем более... То есть, что без плодов пар гораздо выше. Да, а тем более здоровых среди них детей, абсолютно. Поэтому, ну, этим мы в роддоме не занимаемся, усыновлением. Ваша задача принять человека на этот свет, чтобы... все это в руках ваших специалистов. Как вы оцениваете кадровый потенциал областного роддома? Ну, замечательно. У нас кадровый потенциал. Наверное, не имеют квалификационной категории только врачи и средний медперсонал, которые вот только-только закончили учебное заведение, недавно пришли работать. А так, в основном у нас большей части врачи высшей и первой квалификационной категории всех специальностей акушер-гинекологи, и реаниматологи, и неонатологи. Ну, и акушерки тоже очень образованные, высококвалифицированные, медицинские сестры. В общем, с таким коллективом действительно решение любой задачи по плечу. Я им просто горжусь. Ничего не страшно, да? Никакая ситуация нестандартная. Все решаемо. Все решаемо. Все. Прелестную мы видели медсестру в сюжете, да? То есть с детками вообще работать должны, да? Только люди, у которых есть такая душа. Там нет случайных людей. Обычно, если человек случайно попадает, видит, что не его, это тяжело ему или как-то морально, обычно отсеиваются такие люди. Но это же ужасно тяжело. Она же ужасно тяжелая ваша работа. Помимо того, что она суперответственная, она еще и физически очень выматывающая. Так-то оно так. Но, с другой стороны, нет другой работы такой позитивной и светлой. Но что может быть ярче, красивее и позитивнее, чем рождение новой жизни на твоих глазах? Ну, вы знаете, наверное, ни с чем невозможно это сравнить. Невозможно. И каждая женщина с ребенком на руках выглядит как Мадонна. И так же к ней нужно относиться. Спасибо огромное, Светлана Евгеньевна, за сегодняшний диалог и за вашу работу. Спасибо большое. Всем здоровья. Сегодня у нас в гостях была заместитель главного врача Гомельской областной клинической областной больницы по детству и родоспоможению Светлана Евгеньевна Мальцева. Спасибо вам за внимание и всего вам самого доброго этой весной. Светлана Евгеньевна